Здравствуйте! Каждый год дачники, садоводы, огородники, да и вообще все владельцы загородного участка сталкиваются с одной и той же проблемой. С тем, что отходы, которые накопились, девать некуда. А именно с проблемой утилизации этих отходов. Не у всех есть возможность как-то централизованно вывести эти отходы. И многие недобросовестные граждане выкидывают в ближайший ров в лес, тем самым превращая экологически чистое место, в котором находится ваш участок, ну просто в помойку. И через несколько лет вы начинаете осознавать, что вы живете практически на свалке. Что же делать? Как утилизировать грамотно отходы и, как говорили еще в Советском Союзе, получить из отходов доходы? А это сделать можно. И это по силам каждому владельцу загородного участка. Во-первых, отходы можно разделить на три большие категории. Это отходы растительного происхождения, скошенная трава, выплатые сорняки, очистки от фруктов и овощей. Ну, то есть, все, что имеет растительное происхождение, мы собираем отдельно. Отдельно собираем горючие отходы, но такие горючие отходы, которые не выделяют ядовитых веществ. Это спиленные сучьи, это и может какой-то стройматериал маленький, который уже непригодный после ремонта. Бумага, картонки, коробки. И третья категория отходов – это пластик. Вот сложнее всего с пластиком. Что будем делать? Вообще, вот для того, чтобы грамотно утилизировать отходы, заведите три контейнера, три мусорных контейнера и складируйте отходы вот именно по этим категориям. В одну будет у нас отходы растительного происхождения, туда же можно пищевые отходы. В другую – все, что горит, но не выделяет ядовитых веществ. Ну и в третью – пластик и все, что будет гореть и будет выделять ядовитые вещества. С отходами, которые поддаются гниению, поступить можно проще всего. Делаем компостную кучу. То есть, это можно сделать такой большой довольно-таки ящик, у которого стенки будут иметь щели. Ну, просто сбить такой каркас из старых досок. Очень хорошо подходят старые заборы для таких вещей. И туда складывать будем отходы. Траву будем складывать, которую скосили. Сорняки без семян. Обращаю внимание, что сорняки надо складывать без семян. Очистки. Все это пересыпаем слоем земли и для того, чтобы из вот этих отходов получилось первоклассное органическое удобрение и получилось быстро, мы эти слои будем проливать специальными препаратами, которые усиливают компостирование. Что такое компостирование? Компостирование – это переработка растительного сырья в почвенном микроорганизме. То есть, они съедают фактически это растительное сырье и получается очень питательный грунт, очень питательный перегной. И чтобы это все быстрее происходило, берем ускорители компостирования. На них так и написано – ускоритель компостирования. Может быть жидкий, может быть сухой. Вообще, таких ускорителей компостирования много. Это вот почвенные микроорганизмы, которые в пакетах и в жидком виде находят в спящих состоянии. А когда они попадают на питательную для них среду, они начинают все это быстро перерабатывать, и в течение года вы получите первоклассный компост. Что делать с отходами, которые можно сжечь? Ну, если их можно сжечь, то их и нужно сжечь. Но не нужно сжечь костры, потому что это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, это малоэффективно. Заведите на участке бочку для сжигания. Вообще, есть в продаже специальные такие устройства. Ну, это тоже как бы как бочка, она с такой с крышкой, с отверстием. Но, если вы не найдете такое устройство, то ничего страшного – возьмите старую бочку, удалите дно, поставьте в месте безопасном для того, чтобы можно было сжечь. И, ну, конечно же, не на видном месте. Все это делается где-то в хозяйственной части. И внизу бочки, ну, где-то вот сантиметров на 20 от нижнего края бочки, сделайте несколько отверстий. В этом устройстве можно будет успешно сжигать все отходы, которые не выделяют вредных веществ. Причем, не надо копить огромную кучу этих отходов, а можно раз в неделю сжигать. По мере накопления, тогда не нужно будет героически сжечь целый день, а где-то за час, за два очень быстро все сгорит, и вы получите первоклассную золу, древесная зола и травяная зола. А там можно сжигать и листья, там можно сжигать и сорняки, которые уже зацвели, и вот-вот завяжут семена. Там можно будет сжигать листву с деревьев, которые чем-то заболели. Вот, например, если дерево больно ржавчиной, если дерево больно паршой, для того, чтобы не распространялась эта болезнь на будущий год, листву все собирают и сжигают. Вот как раз вот эта вот бочка для сжигания вам очень сильно пригодится. Ну и что делать вот с пластиком, который и не разлагается, и горит он с вредными веществами? Бутылки пластиковые, банки жестяные нужно как-то вот сплюснуть, чтобы уменьшить их объект. Ну и придется их ввести по мере накопления в какой-то мусорный контейнер. Можно договориться с соседями, завести мусорный контейнер один, ну, на 2-3 дачи или на 2-3 дома и периодически это вывозить. Это будет и дешевле, и не нужно будет вам вот по какому-то пакетику искать, куда это все утилизировать. Обязательно наладьте грамотную вот эту утилизацию отходов, научите этому соседей, и тогда вокруг вашего участка не будет ни свалок, не будет мусора и неприятного запаха. А мы сами своими руками как засоряем нашу планету, так и чистим ее. Надеюсь, мои советы помогут вам содержать вашу маленькую планету, ваш маленький и у кого-то, может быть, и большой приусадебный участок в чистоте, порядке и с выгодой для себя. Субтитры создавал DimaTorzok